21 августа глава ЗАТО Фокина Александр Баранов провел очередное аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений. Подробности в нашем материале. Еженедельное совещание в администрации ЗАТО Фокина началось с приятного момента. Глава городского округа Александр Баранов вручил благодарственное письмо начальнику мобилизационной службы Виктору Изосимову и выразил признательность за преданность своей работе. Заместитель председателя правительства Приморского края Витя Атольевич Мариза награждает Виктора Михайловича Изосимова. Количество актуализации задач по милиционной подготовке Приморского края. Далее тему сменили будничные проблемы. Руководитель нашей территории рекомендовал муниципальным служащим повысить свою активность в работе, направленной на агитацию граждан к службе по контракту. Затем глава раскритиковал работу компании, отвечающей за уборку в округе. Утром в 8 часов урны все вывернуты, грязь, ни одного уборщика в городе нет и так далее. Тротуары не метутся. Переходов белая от окурков. Это у претензий и штрафа. ГПС и так далее. Глава округа отметил, что в последнее время отмечается снижение качества работы управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов и принадлежащих им территорий. И если деятельность одних управляек заметна, то другие не проявляют особой активности. У нас вот ТРУК ТПКХ еще что делает? Кто-то лавочки делает, ТПКХ начали ямочный ремонт на своей территории. У Кроны ни того, ни другого. Прокурор нам показал, как надо действовать. Подал в сутки. Есть у нас в бюджете деньги, нет в бюджете. Мы вынуждены делать ущерб других. Поэтому точно так же работают и с управляющими компаниями. В завершении планерного заседания заметитель главы городского округа по вопросам ЖКХ Сергей Пуртов дал указание ресурсоснабжающей компании привести в соответствие ливневые колодцы, которые зачастую представляют собой опасность, особенно в районе дома по улице Карла Маркса, 29. Субтитры создавал DimaTorzok